Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в группу под названием Кома. Итак, я вернулся. Так, я от сохранения пошёл, в общем-то. Ну, мне там надо было уходить, и, в общем-то, вот, я продолжаю снимать телью. Я уже не попался на ловушке, сохранил здоровье. Так, смотрим, что у нас тут написано. Найти его, убить его, тень. Сколько здесь записок? Найти его, убить его, тень. Ну, одна и та же записка везде. Так, давайте зайдём в класс, посмотрим, что у нас тут есть в классе. Дело в том, что тут карта почему-то порвана. Я так понимаю, этих мест больше не существует здесь. Типа, разрыв пространства. Всё-таки же Кома, это как бы сказать, это типа параллельный мир, который был создан кем-то. Но долго существовать он не может. То есть, со временем он начнёт разрушаться, и сейчас он разрушается. И поэтому, я так понимаю, у нас на карте вот эти вот дыры, из-за того, что в этих местах уже пространство... Всё, нет пространства. Пространство разрушилось. Как он сбежал от моей служанки? Глупый мальчишка. Тень. Монетка. Нужно найти этого мальчика раньше Сеху. Тень. Дерзок заперта. Закрыта. Блин. Не выходит, что-то блокирует путь. Так, вот с этой стороны можно зайти. Надо быть аккуратнее, здесь везде могут быть ловушки. Найдена записка. Спящее зло. Управлять тенью всё труднее. Я воспользовался ей несколько раз и чувствую, что её сила растёт. Когда она просыпается, вся школа начинает меняться. Надо бы запомнить безопасные места, где я могу играть на флейте. Это единственный способ сдерживать её. Может, я сейчас найду где-нибудь флейту и буду... И мне нужно будет, типа, успокоить тень, чтобы комом перестала разрушаться. А, так, перестроенная школа станет намного лучше в моих руках. Детишек, правда, может насмерть раздавить. Тень. Кстати, убийца рядом ходит. Я слышу её шаги. Не ожидал, что она будет рядом стоять. Детишек, правда, может насмерть. Так, она идёт направо. А мне надо налево, это хорошо. Нет, это плохо. Она теперь пошла налево. Она развернулась. Стоит где-то рядом. Почему я не слышу её шагов? Она ушла, что ли? Тот мальчишка взял кулон. Как он вообще сюда попал? Чёрт. Тот... Так вот почему моя служанка вышла из-под контроля. Тень. Да, не всё так просто. Тут тоже всё заперто. Баррикады блокируют путь. Я здесь не пройду. Я могу подняться наверх, а могу спуститься вниз. Наверх я думаю плохая идея подниматься, потому что там скорее всего ничего нет. Ну, давайте сходим. Так, почему я вниз спустился? Я же хотел посмотреть, что там означает этот глазик. Закрыто. Зато здесь больше ловушки нет. Рюкзак полон. Так, рюкзак полон. Так, сколько тут всего? Я так думаю, нам стоит выпить вот этот вот напиток. Хоть бы это был антидот. Ну и шоколадный батончик тоже неплохо. Кстати, мы его сейчас тоже съедим. Бинт. Ну, бинт тоже неплохо. Так, направо там ничего нету. Закрыто. Нужно найти другой путь. Где ты? Куда же... Куда же ты, тень? Как будто вся ткань школы начинает с треском раз... Так, разорваться на части. Закрыто. Ввести пин-код я не могу. Пойдемте налево. Это у нас кабинет директора. Кабинет директора можно спрятаться. Записка. О, неужели что-то новое? Здесь мы все записки нашли. Здесь мы одну записку не нашли. Здесь все записки найдены. Здесь тоже... Здесь две не найдены. И здесь новое. Доклад Ясоль. Тени. Большинство духов все еще считают себя частью материального мира. Словно сизов. А они обречены вновь и вновь повторять одни и те же рутинные действия. Тем не менее, некоторые духи настолько сильны, что обретают самосознание. Эти очнувшиеся души становятся опасными. И отчаянно пытаются проникнуть в материальный мир. Мы называем их тенями. Тенями, наверное, лучше звучать будет. Да блин, кто меня там запнул? Хорошо, что у меня бинт теперь есть. Она ушла? Надеюсь, что да. Найти его, убить его, найти его, убить его, найти, убить, найти, убить, найти, найти, убить, 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 тень. Это летописец пишет то, что она... Ну, летописец пишет то, что слышит. Он слышит то, что тень говорит. Найти его, убить его. Тень. Закрыто. Записка. Доклад я соль. Духи. Трагические события и эмоциональные переживания в школе СЭВа породили духов. Теперь они называют школу своим домом. А наиболее сильные могут даже управлять тканью комы. Согласно моим наблюдениям, сильнейшие духи способны к телекинезу, проклятиям и могут вызывать жуткие галлюцинации. Они часто зациклены на своих прошлых неудачах и делах. По возможности лучше избегать. Кстати, я духа видел вот этого, который... Мужик там какой-то сидел. Задачки-то решал. Ничего полезного. Вот это, походу, дух был. Она рядом с нами ходит. Да блин, я еще и отравился, а. Направо двигается. Ну она вроде как должна была уйти. Так, давайте налево пойдем, потому что там ничего нового я не найду. Я убью этого мальчон-маленького крысеныша собственными руками, тень. Тайхун становится подозрительным. Тайхун становится подозрительным, нужно что-то делать, Сэхо. Короче, похоже, Тэхан спалил Сэхо и Сэхо его пытался убить. А Мюнгель вообще ни в чем не виноват, хоть он и издевался над ним. Ну нет, он виноват только в том, что издевался над ним. Дверь заперта. Я могу спуститься только вниз. Здание обваливается. Блин, неплохо было бы уже сохраниться. Меня еще и отравили. Может, я антитут найду, а? О, еще одна записка. Доклад Ясоль. Куклы. Куклы не настоящие духи. Это искусственные существа, созданные, чтобы прислуживать теням. Поскольку их присутствие в коме неестественно, они очень непредсказуемы. Они могут, не задумываясь, убить. Так что в присутствии этих марионеток лучше быть на чайку. Согласно моим наблюдениям, они подобны куклам в Вуду и привязаны к чучелам своих реальных аналогов. Ясоль Хан. А вот эта вот манья, которая за нами бегает, это тоже кукла получается? Да, наверное, все-таки она кукла, потому что знаете почему? Тень ее называет прислугой, служанкой. А раньше здесь был анатомический муляж. Куда он делся? Монетка. Она меня заметила, блин. Меня отравили. Рюкзак полон. Открыто. А мне нужна операция. Отпустите меня домой. Пожалуйста. Неизвестный. Операция здесь? Может ли написанная быть правдой? Или это искаженная реальность? Здесь кровь. Не знаю, что за занавеска, но трогать этого я не хочу. Доска. Сан Хо Сун, класс 1D. Мы дрались, но он сумел выйти сухим из воды. Так не пойдет. После обеда у него заболит живот. Скорее всего, он не станет лечиться до завтра, пока боль не станет невыносимой. Он пойдет к медсестре, но таблетки не помогут. Нет, ничего не исцелит ту изнурящую боль в желудке. И он прогуляет весь семестр. Я знаю Сан Хо. Он слег с энтеритом, но весь семестр не прогулял. Его не было всего несколько дней. Если это и было проклятием, то каким-то уж хлипеньким. Таблица. Гахи Чхве, класс 1B. Эта мерзкая дрянь каждый день заглядывает в мой класс, пытаясь привлечь мое внимание. Достала. У нее хроническая мигрень. Пусть проберется в медпункт, когда там никого не будет. Мы сделаем так, что она найдет нужные таблетки от боли. А затем посмеемся над ней, пока она будет мучиться. Что думаешь, тень? Тень? Ее по-любому вышвырнут из школы. Сехо. Сехо пользовался этой старой флейтой, чтобы приходить и управлять тенью. Она также так вымещала свою больную фантазию на других учениках. Надеюсь, с Гахи все в порядке. Думаю, нам повезло, что у Сехо такое мелкое представление зла. Если бы флейта попала в руки кому-нибудь вроде Мюнгеля, люди пострадали бы куда серьезнее. Неужто и... Так. Неужто и у Кулона такая сила? Так, рюкзак полон. Ничего полезного. Так, бинт. Пошли ка отсюда. Мисс Сно пойдет проверить грязное обелишко председателя, когда ее случайно убьет один из школьных офицеров. На суде раскаившийся охранник раскроет тайну председателя. Стоп, нет. Председателю лучше оставаться на своем посту. Без него вся школа развалится. Может тогда его лучше защищать? В конце концов, должно же мне заплатить... Так, в конце концов, должны же мне заплатить. Неизвестный. Кажется, что-то намечается. Ты не уйдешь... Блин. Ты не уйдешь. Наш секрет нельзя никому рассказывать. Теперь твое место здесь. Так, рюкзак полон. Так, рюкзак полон. Так. Да блин, я так все здоровье себе испорчу. Как будто вся ткань школы начинает с треском разваливаться на части. Так, короче, надо освободить портфель. Я ссорно не пользуюсь этими. О, вот школьный батончик, это хорошо. Только вот теперь... Убийца слишком близко к нам. Миссис Сонг. Так, у меня есть еще место в рюкзаке? Ну да. Чуть-чуть есть. Так, надеюсь, здесь что-нибудь полезное будет. То, что я не подобрал здесь предметы некоторые. А, или подождите, я тут все уже подобрал? А, вот. Хоть бы это чипсы были. Антидот. Отлично. Антидот тоже прикольная вещь. Так, я же здесь был. Да, я здесь был. Ну-ка. Здесь тупик. Записка. Доклад Ясоль. Кома. Кома это теневая искаженная версия нашего реального мира. Существует много способов попасть в нее. Но это может быть опасно. Они могут пробыть в коме всего пару часов. Часов. Другие несчастные могут застрять тут на десятки лет. Эти оторванные души могут бесценно блуждать по коме. Сам термин кома придуман борцами с духами. Из-за реальных последствий заточения здесь. Как будто вся... А, это мы читали. Так, получается, мы сейчас телепортнемся куда-нибудь сюда. Или сюда. Ну, ближе, чем я думал. В сумке какая-то липкая темная субстанция. И кажется, она шевелится. Внутри полно червей. Фу, в этой сумке полно той непонятной тряни. Блин, сейчас отравит же меня. Так, батончик энергетический. А, вот, энергетик. Вот, отлично. Чипсы нашел. Найти его, убить его, найти его, убить, убить, найти, убить, найти. Я же здесь был. Рюкзак полон. Ну, давайте воду выпью, чтобы взять... Может быть, что-нибудь полезное будет. Батончик намного полезнее. Похоже, это единственное, что уцелело. Блин, отравили. Блин. Я уже так близко к выходу нахожусь. Она ушла? Я не слышу ее. Я убью этого маленького крысеныша собственными руками. Тень. Найти его, убить его, найти его, убить... Ну, это мы читали, это похожая записка. Может, такие записки читали. Заблокировано. Мы можем пойти наверх, кстати. А есть смысл идти наверх? Сева моя любимая, тень и призрак. Ответит мне, тень. А, Сева моя. Любая тень и призрак ответит мне. Закрыто. Блин. Не ожидал то, что... Она будет там стоять. Ну, там закрыто было. О, антидот найден. Четыре упаковки чипсов купил. Найдена монетка. Ничего полезного. Я соль. И это наглая дрянь. Почему она здесь? Не борется ли она из-за того мерзкого союза, что разрушил мой предыдущий план? Это из-за нее тут... Тут тот мальчишка. Она не должна здесь быть. Тень. Найдена записка. Так, для начала нам нужно использовать бинт. Старая записка. Выход. Так, старая записка. Выход из комы 2. Чтобы покинуть комы, человеку нужно вернуться туда, оттуда, откуда он или она пришел. Реликвия привязывает тебя к этой точке выхода. Как в сердце... Так, как в сердцевине урагана. В этом месте сила комы слабее всего. Здесь можно убежать. А, покуда у меня есть целое реликвие, так я легко смогу вернуться домой. Боец с духами. На всех телевизорах идет этот странный ролик. Они доску для сохранения сломали. Типа, чтобы я не сохранился, да? Так, раз я сохранился, то у меня есть возможность бегать еще раз туда и посмотреть. Может быть, я что-то упустил наверху. Так, в общем-то, мы отправимся, наверное, назад в следующей серии. Ну, именно, я хочу... А, это начальная школа, Западное Крыло. Я просто хочу посмотреть, что у нас вот... Не понял. Ну, ладно, убей меня. Там выйти нельзя, оказывается. А что там пишут? Не выходит, что-то блокирует путь. То есть, обратно я не могу вернуться. Ну, ладно, я теперь, значит, не узнаю, что там... Ну, там вроде ничего интересного не было, дверь была закрыта, и... Предметов там вроде тоже не было. Я не думал, что она может зайти в кафетерий. Ну, ладно, в следующей серии мы попробуем выбраться, ну, посмотрим, что будет. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok